вулкан как геотермальный источник энергии миф или реальность эфиопия это не только самая высокогорная страна африканского континента это также одна из самых активных вулканических территорий в мире в ее центре расположена восточно-африканская рифтовая долина в рифтовой долине находятся огромные кратеры оставшиеся после мощных извержений вулканов бурлящие грязевые пруды и горячие источники которые местные жители используют для стирки и мытья история вулканов эфиопии которых насчитывается 60 способна поведать о многом интересном если вы хотите подробнее узнать о вулканической активности в эфиопии напишите об этом в комментариях изучив горячие источники ученые просчитали что их высокую температуру на большой глубине а это порядка 300 400 градусов по цельсию можно использовать для работы турбин по выработке электроэнергии в некоторых местах вулканы способны выдавать до 1 гигаватта мощности а это равно мощности 500 ветряных турбин или нескольким миллионам солнечных батарей в атомной энергетике мощность энергоблоков реакторов составляет от 0,2 0,4 до 1 целый 1 целый трех десятых гигаватт почему-то вулканической активности эфиопии а также об ее огромном геотермальном потенциале ничего не оглашается и немногие знают об этом хотя первые попытки преобразования этой энергии в электричество были совершены почти 20 лет назад на вулкане алута в 200 километрах к югу от столицы страны адис-абевы после получения результатов было принято увеличить мощность пробного проекта 7 до 70 мегаватт эти исследования как развитие геотермальной энергетики для эфиопии очень важны потому что более 75 процентов населения в наши дни не имеет доступа к электроэнергии еще стоит упомянуть что ученые проводя анализ спутниковых снимков смогли зафиксировать дыхание поверхности под вулканами где вдохи сопровождаются поднятием земли в течение нескольких месяцев а выдохи постепенным оседанием почвы в течение нескольких лет чем вызываются такие явления на текущий момент для ученых остается загадкой температурные снимки со спутников также позволили обнаружить что линии разломов на вулкане совпадают с местами появления и рассеивания газов это одно из первых наблюдений за геотермальной активностью из космоса и что очень важно является доступным для анализа всем желающим приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей использования геотермальных источников а также нахождение их с помощью спутников если вам известны другие технологии способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире присылайте информацию о них на почту info собака гео центр . info с пометкой для климат-контроля подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах гео центр . info allatra вести . com и allatradefiscience . org а также в докладе ученых allatra science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на земле эффективные пути решения данных проблем если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями